всем привет привет мы сегодня хотим поговорить об очень интересной теме которая называет чего не нужно делать после иммиграции в канаду сразу по приезду как бы мы собрали несколько таких пунктов которые могут вам пригодится 10 пунктов которые которые могут быть вам очень интересны и так это опять-таки исходя из нашего опыта один из самых первых которые стоит рекомендовать при выборе жилья мы советуем не селиться в русском районе и не селиться также в любом другом районе где очень сильно идентичность скажем так потому что здесь есть очень такие китайские районы здесь есть очень индусские районы здесь есть очень русский район один такой очень особо русский район вот желательно в них не селиться потому что может она на первых порах если вы в русском районе поселитесь поможет но но лучше если вы действительно хотите если вы хотите действительно вникнуть в жизнь местного общества стать частью этого общества то желательно не селиться в таких районах и желательно опять же не селиться в районах другой национальной идентичностью потому что там ну вы будете чувствовать себя очень неловко если вокруг вас будут все допустим из китайцы или еще кто-то то лучше она может быть стрессово поначалу вы может казаться я вообще ничего не понимаю я не знаю как объясниться а там хоть бы русские помогли русские еще и знают очень много схем всяких интересных поэтому лучше пройти через этот этап и на самом деле вы увидите в будущем как очень много бенефиц это даст вами как это поможет вам будущей адаптации и развитие вашего языка в том числе мы не хотим сказать что не нужно здесь общаться с русскоязычными людьми у нас очень много русскоязычный возле в этом просто когда ты переживешь именно в этом русскоязычном районе опять же мы там не жили но по видим как они опыт уже и друзей и знакомых которые там жили но это не очень приятно не то что не приятный не очень хороший опыт скажем так лучше опять же это наш совет лучше селиться в районы где есть концентрация максимальная концентрация всех национальности мы плавно перешли к другому пункту который можно обозначить так что мы очень советуем не связываться со всякими стрёмными схемами которые могут предлагать частности русские предлагают их и направо налево там за каши не что-то дадут там еще что-то там еще как-то то есть не участвовать в нелегальных особенно когда вы не разбираетесь еще сильно вопросе лучше лучше делать это все через какие-то официальные источники и не не стараться не участвовать в таких схемах потому что вам могут предлагать кого-то очень дешевый супер дешевый insurance например на машину или какую-то там схему где вы можете взять моргично дом легко лишь и что-то не всегда это плохо но если вы опять же не знаете не разбираетесь то вы можете очень хорошо влипнуть в историю в историю очень тяжело потом отмыться здесь и если уже на вас остается на всю жизнь если поставят клеймо какое-то чтобы где-то участвовали то потом вам возможно и банк счет и счет банки не откроют и иншуранс компания вас уже не возьмет потому что вы будете замешаны в каком-то фраут отнеситесь к этому очень серьезно потому что лучше где-то переплатить но сделать все правильно и и официально чем потом мучатся всю жизнь здесь каждый твой поступок сохраняется и вообще имеется есть как бы personal record где все имеет огромное значение поэтому действительно она того не стоит и тем более если как бы вы понимаете что там что-то неправильно или не чисто канада очень интересная страна здесь всегда можно позвонить даже в государственную структуру вам все объяснять здесь не понять очень сложно поэтому постарайтесь найти профессионала в этой сфере который вам поможет не обязательно русскоязычного и вы тогда оцените ситуацию поймете насколько это стоит в это дело вязываться на столько нет следующим пунктом стоит выделить как как это правильно так сказать что не 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 старайтесь подстроить систему и страну под себя под ваши правила потом где и как вы жили до этого потому что на самом деле разница менталитетах огромная разница в том как мы решаем вопросы как как мы все это делали в стране откуда мы приезжаем это коренным образом отличается от того что здесь поэтому пожалуйста попытайтесь узнать опять таки как это работает даже допустим я знаю по себе я пыталась медицину местную подстроить поток как как мне удобно было и как я привыкла решать все эти дела и на самом деле я очень не понимала и злилась и пыталась найти другие способы как это все решить и и на самом деле только я от этого страдала потому что система накатана до такой степени что моё недовольство ею принципе сказывалась только на мне я была принципе несчастлива в этот момент как только я приняла все это как только я поняла как это работает и как только я смирилась с этим также как допустим здесь все буквы это поинтменты там через месяц через два это надо принять и не только в медицине в других организациях также здесь все медленнее идет я бы сказал здесь медленнее но он отчет если ты например если тебе пообещали что сделать через месяц но не сделаю через месяц и ежда просто этот момент нужно выжидать и не нужно пытаться там где-то себя там насиловать и что-то там сделать и пытаться это ускорить потому что опять же вы делаете хуже только себе и на самом деле когда вы принимаете эту систему не всем она может понравиться я это понимаю но как бы когда вы принимаете эту систему тогда вы начинаете уже служить в соответствии с ней и через пару лет вы просто не заметите как вы уже будете сами адаптировались и сами вы будете договариваться даже с друзьями встретиться там через месяц или еще что-то какие-то вопросы решать вот таким таком темпе и она на самом деле темп он очень неплохой для жизни потому что он дает тебе такой ну как бы прилагает напрягаются по большому счету не не на работе не в банке не в магазине суеты вот что ты летишь что-то делаешь тебе нужно там за день день и люди успевают все сделать просто это мягко размеренно и целенаправленно мы теперь подходим к следующему пункту нашему который немножко прикликается но он очень серьезный и вам надо очень сильно прислушаться к нему вы не ни в коем случае не должны никому давать взятки и не вообще это в принципе это вот вот вы забудьте вообще об этой системе решения вопросов вот вообще и таки и так же постарайтесь узнать как правильно дарить подарки в канаде потому что здесь допустим я вижу как многие люди русскоязычные приезжая сюда начинают там о там на новый год давай там и всем и банки и в школы и кругом там все задаривать людей подарками особенно там где ты сталкиваешься с человеком по его рабочим вопросам в принципе не так то и часто и это вызывает недоумение конфьюз и неловкость потому что человеку не всегда нужна эта шоколадка чем вот эта вся неловкость которая вызвана этим всем поэтому взяток вообще вообще даже не вздумайте никому давать и очень аккуратно подойдите к вопросу о том как дарить подарила вопросы о подарках можно посмотреть наше видео которое мы сделали когда-то давно мы сделаем ссылку на него да вот также вы следующий пункт пожалуйста отнеситесь тоже серьезно поскольку это очень важно в канаде никто ни с кем не ссориться это важно не только сиюминутно для того чтобы сохранить ваши нервы и хорошие отношения это очень важно для вашего будущего пребывания в канаде потому что куда бы вы ни пошли чтобы вы не делали как бы вы дальше не развивались в каком бы направлении вас обязательно будет запрашивать референсы но в общем суть такова что здесь не нужно не нужно ссориться и решать конфликт на вопросы здесь всегда можно постараться найти нормально решение вопроса без нагнетания потому что люди в принципе здесь очень доброжелательные и вообще избегают всячески любых конфликтов вот также следующий пункт чтобы мы хотели сказать это чтобы вы не покупали первое попавшиеся скажем так товар или услугу неважно вот что постели вы ищете машину дом или там нож вам нужен или там кастрюлька какая-то и вот вы нашли и вам срочно надо резко купить на самом деле к этому вопросу надо подойти более чуть-чуть потратить больше времени изучить рынок узнать где это все вещи можно найти дешевле потому что на самом деле можно купить со скидками вопрос еще не только в товарах вопрос еще в услугах потому что очень часто вы можете что-то заказывать поставить дверь поменять что-то еще что-то еще сделать и вы можете удивиться потому что цены могут отличаться совершенно у одного контакта и у другого поэтому как тут они говорят что нужно shop around то есть нужно перед тем как же делать какую-то особенно серьезную покупку нужно изучить рынок и посмотреть что вообще есть какие цены что предлагают чтобы не взять первое попавшееся не переплатить и еще очень важно не подписывайтесь на разные то что вам предупреждать что тут бывает что приходят люди стучатся в дверь и предлагают какие-то там дел и какие-то это так лучше это круто и не объясняют и люди иногда по незнанию не подписываются но как бы не всегда это плохо действительно иногда хорошие дела но лучше изучить это вопрос надо берем как что-то подписать что-то во что-то вляпаться грубо говоря лучше изучить это вопрос чтобы потом не мне быть привязан к чему-то это компании и платите и платите какой-то выплачивать какой-то кредит. Допустим, мы так сделали, к нам постучались тоже в двери, говорят, вот у вас родился ребенок, они в госпитале взяли видную информацию, вот давайте мы вам подпишем сейвинг план, который вот вы там заработаете к ее восемнадцатилетию столько-то денег, в принципе нормальные суммы и цены и все, и мы такие, вау, звучит очень круто, давайте подпишемся. Мы пошли просто потом в наш банк, они говорят, вы точно также у нас можете, потому что там должны были быть обязательные платежи каждый месяц, вы у нас точно также можете открыть на точно тех же условиях, только у вас не будет этих обязательных платежей. И хорошо, что у нас еще было какое-то время и мы успели в этом какой-то период времени канцельнуть это. Следующий пункт номер семь, скажем так, это, пожалуйста, вы должны обезопасить себя и не пытаться сразу по приезду набрать всевозможных кредитов, купить какой-то там мебель крутой и там все, то есть максимально старайтесь строить кредитную историю и, конечно, если вы привезли с собой кучу денег, у вас достаточно на down payment, вы можете купить жилье, пожалуйста, жилье покупайте. Это очень будет влиять на вашу кредитную историю в будущем и самый главный investment, который в принципе в Канаде делают все, это покупка жилья, потом это может очень сильно сказаться. Поэтому постарайтесь очень серьезно отнестись к построению кредитной истории и не властьте в кредиты сразу по приезду, оно вам не надо. Кредитку надо будет использовать, потому что благодаря ей вы будете строить кредитную историю, о чем вы тоже можете посмотреть одно из наших видео, но это надо делать разумно. Следующий пункт это, пожалуйста, не ждите, что у вас появится машина и потом вы побежите сдавать на права. Здесь, опять-таки, мы рассказывали уже о том, как сдавать на права, этапность этого. Вам ничего не мешает сдать теорию на права для того, чтобы получить этот документ, который будет вашим фото ID, который вы будете предъявлять кругом, потому что паспорта здесь в принципе никто не носит. И у вас таким образом будет тоже идти стаж и к моменту, когда у вас машина появится, а без машины здесь очень сложно передвигаться и решать любые дела и добираться на работу и детей развозить кругом, на тот момент, когда она у вас появится, у вас уже будет возможность сдать и на вождение, вам вот не надо будет еще экстра ждать, или вы уже к тому моменту уже вообще будете полностью готовы. Поэтому, пожалуйста, не ждите, что машина на вас упадет, а потом вы побежите все эти вопросы решать. Следующий пункт, пожалуйста, отнеситесь серьезно к тому, что многие предлагают, вот давайте там приходите к нам поволонтерить, а потом мы возьмем вас на работу. На самом деле это не всегда дает вам гарантию того, что вас возьмут на работу, потому что мы знаем очень много случаев, когда люди волонтерят десятилетиями, и никто им так ту позицию и не дал. Поэтому мы получили в свое время этот совет, и мы хотим его передать дальше, потому что это make sense. Если есть возможность пойти на работу, идите, пусть она будет чуть-чуть другая, чуть-чуть хуже зарплата, но не идите волонтерить с целью получить там какую-то потом работу. Потому что людям удобнее, когда вы волонтерите. Вы еще пять человек, им нет смысла вам платить за это деньги, если вы все равно ходите туда и волонтерите. Конечно, в плане получения опыта это безусловно классно, но в целях для вас получать заработок, который вы можете уже использовать для того, чтобы жить здесь и платить за билы и за все остальное, то здесь совершенно, конечно, по-другому все. И один из самых интересных и самых классных, и это последний наш пункт, который мы хотим вам рассказать. Пожалуйста, не стесняйтесь пользоваться помощью государства. Очень многие люди приезжают и думают, да, вот, почему я должен, что у меня там есть другие, о которых нужнее там или еще что-то. Пожалуйста, если есть волком-центр, руки в ноги и идите учите этот английский. Ну и что, что он бесплатно? Если у людей нету permanent resident, они точно за такие же курсы будут платить по 2000 в месяц. Точно такие же. У вас есть возможность получить их бесплатно. Если у вас есть возможность получать помощь на детей, получайте ее. Потому что чем меньше доход, тем больше помощь на детей. А это сейчас может быть и в районе 600-650 долларов на одного ребенка, что в принципе очень отлично. И очень много другого рода помощи от государства, которые... Просто не стесняйтесь. Я знаю многих людей, которые там, допустим... Да мы и сами такие были, мы тоже не из тех, кто там будут сразу по приезду, мы выхватались за все. Но на самом деле мы знаем людей, которые пользовались этими... И ничего, корона не упала, и отлично себя чувствуют, да. Они имели поддержку, некоторые даже Велфером пользовались, некоторые еще что-то получали. Да, допустим, мы никогда не пользовались Велфером, мы не можем об этом рассказать, к сожалению. И мы никогда не ходили в фудбанк. Но есть такая организация, которая поможет вам. Они не будут вас полностью обеспечивать едой, но самый минимальный набор продуктов они вам обеспечат. Поэтому по приезду это уже какая-то помощь. Это все бесплатно. Вам для этого ничего не надо делать, просто надо не стесняться. И потому что люди приезжают с разными ситуациями, с разными условиями. И здесь на самом деле очень много этих организаций, они помогут вам резюме составить, они помогут вам даже в поиске работы, еще что-то, какие-то вещи, которые нам кажется, что я так умный, я так сделал. Не нужно так думать, потому что здесь очень много вообще, ну многих вещей, они совсем по-другому выглядят. Тоже резюме, тоже как вы интервью проходите и все остальное. Это все очень важные вещи, которые нужно знать вам будут в будущем, чтобы устроиться на работу и получить хорошую работу. Если вам говорят, приходите к нам, мы поможем, идите. Вот ничего вам это не стоит. Сходите, и вы получите бесценный опыт. Так что это наши 10 пунктов, которые мы хотели сказать вам, чего не стоит делать после эмиграции по приезду в Канаду. И я думаю, что они будут вам полезны. Так что всего хорошего, друзья, подписывайтесь, мы будем с удовольствием отвечать на ваши вопросы, если они у вас есть, и давать вам реальные советы с тем, с чем мы сталкивались. Если вам интересно что-то посмотреть, узнать, вы спрашивайте, мы постараемся раскрыть, показать, может быть даже снять, чтобы вам было интересно это видеть, знать, понимать. Мы будем здесь вашими глазами, руками. Так что всего хорошего. Будьте с нами. Пока. Пока.